Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Я приветствую вас в клубе Алексея Козлова, в новооткрывшемся клубе Алексея Козлова. Меня зовут Интер Адзиевский, я джазовый продюсер, директор джазового отделства VR Jazz Agency. И хочу начать издалека, сказать, что для меня большая радость, что это место вновь открылось свои двери. Если вы были в старом клубе Алексея Козлова, вы знаете, что лучшая джазовая музыка звучала именно там. Наиболее интересные прогрессивные музыканты, прогрессивные составы, то, что практически можно было услышать в этом городе только в одном месте. И клуб Козлова занял очень важную нишу и удерживал ее на протяжении практически пяти лет. И когда по прошествии этих пяти лет клуб закрылся, для многих на джазовой сцене, в том числе и для меня, и для музыкантов, с которыми я работаю, это была настоящая трагедия, потому что потеряли такую сообразную джазовую мерку, место, в котором можно было бы играть любую музыку, начиная от, не знаю, от дикселэнда, от раннего джаза до авангарда, до каких-то очень потрясивных концептуальных направлений музыки. И хочу от лица музыкантов, от лица джазового агентства, и от себя самого поздравить клуб Алексея Козлова с открытием его команды, директора «Аралька Кобяна». Давайте поопробуем. Спасибо, что вы сегодня с нами, спасибо, что вы добрались, несмотря на минасти, несмотря на погоду. Пару слов о той музыке, которая будет звучать сегодня. Она называется contemporary jazz или современный джаз. И музыка эта отталкивается от тенденций последних, может быть, десятилетий, связанных с тем, как меняется мир, меняется и сама джазовая музыка. Если раньше существовало такое направление, как jazz mainstream, то есть это была музыка в стиле хардбоп, постбоп, музыка в стиле фьюжн и другие-другие направления, то сейчас интересно, я знаю, о чем я говорю, потому что не так давно даже был на большом форуме, посвященном джазу музыке, это самый крупный форум под названием «Jazer Head». Он походит в Бремене, в Германии. Очень сильна тенденция на национальные, этнические направления и миксы своего рода джазовой музыки с культурными традициями и обычаями, какой-то парадигмой, культурной парадигмой разных стран. И сегодняшний проект, который будет выступать на этой сцене, можно сказать, находится в авангарде этих процессов, этих новых европейских, общемировых джазовых тенденций. И три у Натальи Скворцовой. Наталья Скворцова известна как бэнд-лидер, известная московская группа под названием «Light People and Sabre» или «Живые люди». Этот проект возник приблизительно год назад с творчеством как русско-итальянский проект, в котором участвует, помимо Натальи Андреа Декара, потрясающий итальянский барабанщик Марко Печерева, который сегодня здесь. Сегодня на барабанах нам помогает наш добрый друг, также участник проекта Александр Баженко. Я музыкантов еще обязательно представлю. Та музыка, которая занимается Натальей, она называется «русская импровизационная музыка», потому что старается уйти немножко от слова «джаз». И, с одной стороны, несомненно, это джазовая импровизация, это джазовые подходы, джазовые идеи внутри этой музыки, но они связаны непосредственно с богатой русско-академической традицией, русским фольклором и различными другими направлениями. Музыка авторская, интересная, опытная во всех отношениях, и я уверен, что вам она сегодня понравится. Я приглашаю на эту сцену Александра Баженко за барабан. Интересно, сегодня настоящее счастье для Александра, потому что он эндорсер одной очень известной компании для производства газовых барабанных тарелок. Он сегодня играет полностью на новом сайте, поэтому… Да, который сегодня только приехал, он сегодня взял, поэтому он эту тарелку еще сам толком не слушал. Это будет такой дебют для его тарелок. На контрабарсе играет наш добрый друг из Италии, из Турина, это провинция Пьемонте, Марко Печерило. Мы говорим, что Марко – это два метра счастья, потому что на сицилийском диалекте итальянского языка Печерило означает «очень маленький». Вот такая шутка над природой. Марко Печерило у нас под два метра руха. Наталья Створцова, по моему мнению, один из лучших джазовых композиторов на сегодняшний день в стране. Не так давно у музыкантов был тур по Италии. Они выступили, чудеснейшим образом совершенно выступили в Вилане, Турине, Наваре, Биеле. На севере Италии в июле месяце, буквально через месяц мы повторили тур, он увеличится практически до месяца. Там будут также и Юг Италии, и Рим, и другие-другие места. Газета «Ля Стампа» – это одна из главных изданий, на самом деле, в мире и точно абсолютно в Италии. Мы звала Наталью русским гением. Были чудеснейшие отзывы от журнала «Джазит». И не так давно, достаточно давно, года три назад, была статья журнала «Вольни Стоун». Тем не менее, я думаю, что сегодня вам все понравится. Пожалуйста, аплодируйте, выславляйтесь музыкой. Спасибо, что вы сегодня с нами. Александр Бадженко, Марка Петерилла, Наталья Смакцова, прием! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Песнка надевалась The Dolphin, Дельфин. Я ее услышала в исполнении Джеки Терреса, но она настолько, это такой пианист современный сейчас играет, она настолько очаровала меня, что я решила начать с ним концерт. Мы перейдем к нашим оригинальным композициям. Первый из них называется оттепель. Это не кручевский оттепель, а оттепель, когда на один день стало тепло, а потом обратно, вот как сейчас примерно. Оттепель. Терреса 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА